Привет всем зрителям канала Девайс! Сегодняшнее видео будет посвящено предстоящим релизам и анонсам новых процессоров, видеокарт и материнских плат, которые ожидаются к выходу в сентябре 2021 года. Я изучил все имеющиеся утечки и официальные новости, постаравшись собрать для вас максимально актуальную информацию. Безусловно, не всем данным, вбрасываемым инсайдерами, можно верить, но как показывает практика, большая часть слухов не возникает из воздуха и в итоге становится правдой. Что сбудется, а что нет, покажет время. А пока можем вместе поразмышлять над грядущими событиями из компьютерного мира. Обязательно оставляйте свои комменты и оценивайте видос лайком. Если хотите первыми узнавать о новых релизах, не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик. Ну а теперь начинаем! Карточка RX 6600 согласно многочисленным утечкам должна была появиться на свет еще в августе. Но по последней информации релиз передвинули на конец сентября. Тем временем энтузиасты уже умудрились провести симуляцию производительности данной модели. Уровень мощности RX 6600 обещает быть схожим с RTX 3060. В соответствии с этим специалисты разогнали уже существующую карточку Radeon Pro W6600 до предполагаемых характеристик будущей модели. Результаты показали потребление энергии в районе 125 ватт и небольшое отставание от 3060 на 4% Full HD. Ожидаемая стоимость RX 6600 до 330 долларов. Вот только мы прекрасно знаем, что урвать ее по рекомендуемой цене будет очень сложным квестом. Что ж, остается только ждать. Если вы хотите быть в курсе последних новостей из мира железа, следить за актуальными топами и сравнениями, первыми узнавать о новых обзорах, подписывайтесь на мой телеграм-канал и получайте доступ, к уникальному контенту. Ссылка будет в описании к видео. Продолжаем. Nvidia, как пишут инсайдеры, полностью завершила производство первой фазы видеокарт на архитектуре Empire моделями RTX 3070 Ti и 3080 Ti. На очереди линейка с приставкой Super. Изначально компания планировала использовать эту серию для мобильных устройств, но в итоге расширила производство для продления цикла жизни архитектуры. Так называемая серия Empire Phase 2 продолжит линейку 8-нанометровых графических процессоров. Первой новинкой должен стать чип GA103 в двух исполнениях с 256-битной и 320-битной шинами. Кроме этого, ожидается увеличение объема видеопамяти, а в остальном характеристики будут схожими с моделями из первой фазы. Релиз ожидается этой осенью. Вполне возможно, что именно в сентябре появятся официальные данные по этой линейке видеокарт. Кстати, выпуск Empire Phase 2 позволяет Nvidia отодвинуть новое поколение графических процессоров Ada Laplace, выход которого, по слухам, планируется в четвертом квартале 2022 года. Таким образом, компания продлит срок жизни архитектуры и выиграет время для работы над новыми моделями. Я не мог обойти стороной свежие новости из стана процессорного гиганта Intel. Синие на мероприятии Intel Architecture Day анонсировали линейку видеокарт Arc с кодовым названием Alchemist. Графический процессор будет построен на 7-нанометровом техпроцессе по технологиям TSMC. Память GDDR6 обеспечит пропускную способность до 18 гигабит в секунду. Объявлена поддержка DirectX Raytracing и Vulkan Raytracing. Ожидается производительность флагманских чипов в районе 16 терафлопс, что позволит конкурировать с GeForce RTX 3070 Ti и Radeon RX 6700 XT. По аналогии с тензорными ядрами Nvidia, Alchemist получит свои так называемые модули XMX. Их вычислительная мощность будет использоваться в технологии XESS, суть которой повторяет назначение DLSS. Intel обещает релиз в первом квартале 2022 года. Ну а в сентябре ожидается еще больше информации, касающейся производительности данных графических процессоров. Конкуренция – это всегда хорошо. Лично я с нетерпением жду, что получится у Intel, и смогут ли они навязать борьбу мастодонтам рынка в лице Nvidia и AMD. В начале августа хакеры взломали сервера компании Gigabyte и выложили в сеть массу интересной информации. Так выяснилось, что AMD готовит к релизу этой осенью новое поколение процессоров Threadripper, предназначенных для рабочих станций. Новые модели под кодовым именем Chagall, согласно утечке, будут совместимы с существующими сокетами STRX4 и SWRX8. Шаг вперед производительности будет сделан за счет перехода на новую архитектуру Zen 3. В топовых 64-х ядерных моделях планируется увеличение предела потребляемого тока до 240 А. Линейка процессоров Chagall будет состоять из модификаций с 12, 16, 24, 32 и 64 ядрами. Точная дата выхода в сеть не просочилась. Остается лишь ждать процессоры в течение осени. Вполне возможно, что сентябрь прольет больше света на эту информацию. Еще одна интересная новость из Tana AMD. На мероприятии Hotchips 33 компания в ходе своей презентации сделала акцент на технологии 3D-VCache. За счет трехмерного наложения чипов повышается плотность их компоновки и появляется возможность использования 9-нанометровых проводников в сквозных пластинах. Такая конструкция улучшает энергоэффективность в 3 раза и в 15 раз увеличивает плотность межпроцессорных соединений. Инженеры AMD экспериментально приконнектили к процессору Ryzen 5900X, сумев увеличить в два раза кэш-память третьего уровня с 32 до 64 мегабайт. Тесты в играх показали прирост производительности в районе 15%, что обычно характерно новому поколению. Активное производство процессоров с технологией 3D-VCache начинается уже в этом году. Формально это будут все те же модели поколения Zen 3, но с обновленным техпроцессом. Очень надеюсь, что у AMD получится ознаменовать начало новой эры процессорных технологий. Нам всем, как потребителям, это будет только на пользу. 29 июня 2021 года EVGA затезерило новую материнскую плату на своем YouTube-канале. После этого инсайдеры начали активно сливать различные данные об этой модели. Многочисленные утечки фотографий платы раскрыли практически все карты. Материнка будет базироваться на чипсете X570. Сокет процессора развернут на 240 градусов. Прямо над ним разместились два одноканальных слота DIMM для планок ОЗУ в горизонтальном формате. Такое расположение оперативной памяти характеризует материнскую плату, ориентированную на экстремальный оверклокинг. Ожидается поддержка частоты в разгоне до 5333 МГц и выше. Два разъема M.2 расположились под радиатором с надписью Dark. Нашлось место и дисплею с посткодами. Подсистемы питания и процессора расположились в левой части платы и были закрыты еще одним массивным радиатором. Панели ввода и вывода предусматривают наличие следующих интерфейсов. 4 USB 3.1 Gen 2 Type-A, 1 USB 3.1 Type-C, 2 USB 3.1 Gen 1, комбинированный разъем PS2.2 разъема для антенн Wi-Fi, 2 LAN 2.5 ГБ в секунду, 1 HDMI и 1 DisplayPort. Дата выхода остается загадкой. Вполне вероятно, что релиз состоится уже в сентябре. Планируемая стоимость будет колебаться в районе 550-600 долларов. Пожалуй, самой ожидаемой материнской платой для меня является свежеанонсированная MPG X570 S Carbon EK X от MSI. Компания уже официально объявила, что модель поступит в продажу 6 сентября по рекомендуемому ценнику в 550 долларов. Очевидно, что за такую стоимость плату относят к премиальному сегменту, и характеристики у нее будут соответствующими. Материнка будет оснащена всеми современными интерфейсами M.2 PCI Express 4.0, USB 3.2 Gen 2, 10 Гбит в секунду Type-C Type-A, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 и 2.5 ГБ LAN разъем. Поддерживается частота оперативной памяти до 5300 МГц. В плату встроен блок входного охлаждения от EK Water Blocks, оснащенный никелированной медной пластиной. Заявлена поддержка технологии AMD Crossfire. Водоблок получил симпатичную RGB-подсветку и корпус из акрила. Его основное назначение – охлаждение центрального процессора и VRM-материнки. M.2 разъемы в свою очередь получили радиаторы MSI Shield Frozer. Маркировка S в названии чипсета намекает на очень тихую работу системы охлаждения. Сама материнка оснащена фирменной подсветкой MSI Mystic Light. Такое решение будет идеальным вариантом для топовых сборок на процессорах Ryzen 5000 серии и видеокартах Nvidia RTX 3000. Очень жду первых тестов и опытов использования, которые должны появиться вскоре после релиза. Надеюсь, что вам понравилось это видео и вы оцените его лайком. На канале Девайс я регулярно выкладываю актуальные топы сборки ПК, сравнения и обзоры. Своей активностью вы помогаете развитию проекта. Пишите в комментариях, выход какого железа вы ждете больше всего. Не забудьте оформить подписку и нажать на колокольчик. Увидимся уже очень скоро, всем пока!